Если клиент у нас берет 25 тысяч рублей, то он возвращает 50. Да, 2700% годовых, даже 700% зашкаливающие проценты, когда пользуются трудностями заемщика. Люди потом пишут жалобы, что же это такое, вот я тут взял займы, столько-то денег, и теперь у меня чуть ли не квартиру отнимают. А у суда в этом смысле ответ такой, что ты же сам подписывал договор. Россия переживает очередной бум потребительского кредитования. Но помимо банков, в этом процессе все большую роль играют микрофинансовые организации. Некоторые из них, пользуясь финансовой неграмотностью россиян и несовершенством законодательства, дают займы под бешеные проценты на кабальных условиях. В реальности объявления на столбах, объявления на остановках и так далее, это все к микрофинансированию не имеет ни малейшего отношения. Это то, с чем микрофинансирование борется. Это серый кредитный рынок, который существует в России и достаточно неплохо себя чувствует, потому что у нас такое законодательство, которое не запрещает любому юридическому лицу выдавать займы, привлекать займы. Этот рынок развивается очень быстро. В этом году он вырастет не менее чем на 70%. На сегодня в государственном реестре уже 2200 микрофинансовых организаций. Семь крупнейших микрофинансовых организаций формируют примерно половину рынка. Это Анна из компании «Домашний день». Мы договаривались с вами о встрече, я уже подъехала. Могу я к вам подняться? Ведомости решили посмотреть, как работает макролидер по микрокредитам компания «Домашний день». Здравствуйте, Аня. Добрый день, Антонина Владимировна. Очень рада вас видеть снова. Куда я могу пройти для общения? Проходите. Спасибо. Антонина Владимировна, в нашем телефонном разговоре мы с вами обсуждали, что вы хотели получить у нас повторный займ на сумму 50 тысяч рублей. От вас нам требуется всего лишь паспорт и ксерокопия документов. Вы подготовили, да? Да, да, да. Платежи в нашей компании фиксированы. Так как вы хотите взять сумму на 50 тысяч рублей, ваш еженедельный платеж составит 1998 рублей. То есть 2000 я каждую неделю должна буду платить? Да, 2000 совершенно верно. Ну, что такое займ до зарплаты в нашем сегодняшнем представлении? На что он вообще может быть направлен? На решение какой-то срочной проблемы, которая возникла мгновенно, надо решить. Потому что если ты ее не решишь, ты больше потеряешь. Элементарный пример, там, поломка машины. Ну, у товарища по работе можно занять без процентов. Да, но у вас есть такой товарищ. А у 78% населения страны такого товарища, к сожалению, нет. Я вам привезу лист учета платежей, где будут фиксироваться все ваши суммы и график платежей. А, ну все, я поняла, да, все как в первый раз. Все ваши выплаты будут происходить согласно этому графику и будут зафиксированы нашими с вами подписями в листе учета платежей. Да, и заметьте, у нас клиент платит только ту переплату, которую он подписывает. У нас отсутствуют комиссии, штрафы, пени. У нас их как класса нет. Так, здесь я расписываюсь, я правильно понимаю? Фамилия инициалы, сегодняшняя дата. Смотрите, общий размер регулируемого рынка микрофинансирования сегодня оценивается примерно в 40 миллиардов рублей. Примерно 50% этого портфеля – это займы бизнесу, микрозаймы бизнесу. Еще 35-38% – это потребительские микрозаймы. И оставшиеся 10-15-12-15% – это займы до зарплаты. Но, как правило, когда вы видите какие-то объявления и так далее, то в основном речь идет именно о сегменте займов до зарплаты. Потому что в количестве их достаточно много выдается. Но в объеме займы бизнесу на сегодняшний момент доминируют. Размер серого рынка оценить достаточно тяжело. Но на сегодня я бы сказал так, что, наверное, он составляет где-то еще половину от рынка регулируемого. Доходность займов микрофинансовых организаций может превышать 1000% годовых. При том, что по вкладам в банках немногим более 10%. Но риски одинаково велики и у инвесторов, и у заемщиков. Есть уже информация о том, что многие из них обанкротятся, в связи с тем, что возвращаемость кредитов не очень хорошая. Поскольку они привлекают деньги населения, причем сумма исчисляется миллиардами рублей, вот эти деньги могут пропасть. И потом возникнет ситуация, когда правоохранительным структурам придется разбираться. Вернее, уже разбираются, потому что было масса обращений в Госдуму, в том числе ко мне, как депутату Госдумы. Я считаю, что регулирование необходимо как воздух. Но в то же самое время оно должно быть полностью рыночное, дабы оно могло способствовать и транспарентности этого бизнеса, и открытости. И тогда не было бы возможности ни у законодательной власти, ни у журналистской плеяды считать представителей этого бизнеса так называемыми терминами, ругателями. Я имею в виду, в частности, да, ростовщики. Надо дать определение ростовщичества, да, ростовщического процента, и определить лимиты, сверх которых этот ростовщический процент нельзя в основном. А у вас идеи есть? Ну, я внес законопроект. Мы предлагаем, чтобы регуляторы для банков, это центральный банк, для микрофинансовых организаций, это Федеральный служб по финансовым рынкам, определяли среднюю ставку процента по кредитам на том или ином сегменте. И я предложил установить верхнюю планку, это удвоенная средняя на рынке. То есть, вполне, так сказать, либеральный подход. Я считаю, что в удвоенную среднюю по тому или иному виду кредитов любые добросовестные микрофинансовые организации, либо кредитные организации, работающие на розничном кредитовании, вполне войдут.